Давайте я возьму в руку. Во-первых, хотел бы сказать, что я очень рад, и у меня честь быть здесь. Я хотел бы поблагодарить организатора Центра современного искусства. Я рад, что нас принимает группа «Что делать?», наши друзья, с которой мы сотрудничаем уже несколько лет. И то, что мы делаем со Славой сегодня, завтра, и будем делать в Петербурге. Мы хотим сказать о том, чем занимаются мы в Любляне, что такое «Люблянская школа». И мы будем говорить о том, почему психоанализ, почему сегодня психоанализ нужен более, чем когда-либо. Так будет называться лекция «Слава» Жижека, завтра мы будем говорить о другом источнике вдохновения, гегельянской философии. Почему Гегель все еще важен, почему Гегель сегодня нужен более, чем когда-либо. Итак, это вот два наших мероприятия в Москве. На пресс-конференции я уже говорил, что это мой второй раз в России. Мой второй визит в том году в Петербурге. На первой полосе был образ Фалоса на разводном мосту группы «Война». Фалос был на первой полосе, когда я приехал. А второй раз, когда я приехал, Пусси Райт. Итак, у меня такое странное впечатление о России. И Фалос потом Пусси Райт. Странно, что же я увижу в третий раз. И я попробую ответить вам, что может быть в третий раз в этой последовательности. Концептуальный ответ. Это не популярная лекция. У меня будут какие-то яркие примеры, но вообще это концептуально требовательный рассказ. Я надеюсь, что вы будете следить за моей речью. Итак, офицеры, служанки и трубочисты. Это заголовок из Сорена Киркегора, из его книги «Повторение», книги, которую он написал в 1843 году. Замечательную книгу, которую все должны прочитать. И он говорит о том, что все человечество можно разделить на три категории. Только три категории. Офицеры, служанки и трубочисты. Когда я это прочел, у Киркегора, который потом часто цитировался, например, мне так понравилась эта идея, что я решил написать когда-нибудь книгу с таким заголовком. Я в итоге сделал. Написал книга по-словенски. Уже была опубликована, она скоро будет по-английски. Итак, можно оценить яркость этого предложения, его остроумие, его силу и задор, его легкость и воображение. Если кто-то совершит такой психологический опрос среди друзей, философов, не философов, сразу вы увидите, что это предложение создает смех, энтузиазм, одобрение, юмор. Но куда сложнее увидеть, где же находится эта яркость. Представьте, такой протест, такой офицеры, служанки и трубочисты. А где же я? Какой я категории принадлежу? И что, вы офицер, служанка, трубочист, а если нет, значит вы не часть человечества. Что же расценивается как человеческое? На какой основе? Надо переосмыслить эту автоматическую пресс-позицию. Если вы не принадлежите этим категориям, то к какой же вы категории принадлежите? Можете ли вы быть частью человечества, не принадлежа к этой категории, к одной из этих категорий? Другая стратегия. Предположите, что если кто-то не подходит к одной из этих трех категорий, нужно дополнить другими, дополнительными. Например, человечество можно разделить на офицеров, служанок, трубочистов и профессоров философии. Можно увидеть, что вот эти дополнения не улучшат предложение, а скорее ухудшат его. Абсурдность первого предложения будет только еще очевиднее. Если вы продолжите так дополнять, закончится это все классификацией животных, которые предложил, знаете, китайская энциклопедия, якобы китайская энциклопедия, которую Фуко с энтузиазмом цитирует в начале своей книги «Слова и вещи», в английском переводе «Порядок вещей». Это якобы китайская энциклопедия из Борхеса, где, вы знаете, 14 категорий животных. Причем, каждая категория принадлежит различной классификации. Помните, странная классификация, якобы китайская энциклопедия, на самом деле он сам придумал все. Я не буду цитировать эту длинную, знаменитую цитату, вы должны прочитать, конечно, прочитать. Так, можно дополнить категории. Но психоаналитикам не нужно дополнительной категории. Первый пациент психоанализа, знаменитая Анна О, ее настоящее имя было не столь романтическим, Берта Паппингейм. Ее лечил Йозеф Бройер, наставник и друг Дигмата Фрейда в 1880-182-м году. Итак, первый пациент психоанализа изобрела два названия для своего лечения на английском. Я цитирую Бройера. Она описала эту процедуру, говоря серьезно, о исцелении разговором и называла нас трубочистами. Итак, первый пациент, 1981 год, назвала психоанализ лечения разговором. Это известное название, известный такой синоним психоанализа, из лечения разговора, но одновременно она сказала «чистка труб». Итак, психоаналитики трубочисты, а значит они люди. Они принадлежат одной из трех категорий человечества, и для остальных это уже не так очевидно. Мы должны помнить это экстрадинарное определение, лечение разговором и трубочисты. Прекрасное объяснение. Третья возможность. Если мы не можем найти себя в одной из предложенных категорий, можно найти себя в той положении, которая позволяет создавать такую классификацию. Точка зрения, на которой вы смотрите на общество, извне, сверху. И с этой точки зрения можно бессовестно категоризировать людей. Вот имигры. И можно заняться такой светской игрой, изобретая дюжины классификаций, одну более островогатно, чем другую. Но эта игра быстро кончается. Уже первый ход сделал Киркегор, и любые хитрые предложения не могут преодолеть его собственные. Они выглядят такими бледными пигуонами, которые хотят просто соответствовать яркости первой попытки. Очевидно, что радость, спровоцированная этим предложением, происходит от размещения себя на позицию классификатора, мастера, господина, того, кто может классифицировать других в соответствии с своей собственной волей, смотреть на общество с высоты птичьего полета, это якобы, это та позиция, которую он занимает. И что определяет господина? Это возможность классифицировать и не быть классифицированным самим собой. По крайней мере, это иллюзия позиции такой. Это часть очарования примера Киркегора, она представляет эту вольность, с которой предстоит любая классификация. И она иронически дает такую радость, эта позиция безопасной светской игры. «Каждый может стать господином на минуту». И Киркегорс был великим знатоком иронией. Ирония основных слов его, как сказал Фентиллиан, короткое определение. Ирония есть, когда через то, что сказываем, противное разумеем. Превосходное определение основы человеческого языка. Сказать то, что противно тому, что мы разумеем. Говорим одно, а понимаем другое. Вот смысл языка. Итак, структурная иллюзия господином заключается в том, что можно классифицировать без того, чтобы быть классифицированным самим собою. Так же, как в предложении паноптикума Бентама, когда мы возвращаемся к Бентаму, видеть, когда тебя не видят. Классифицировать и не быть классифицированным самим собою. Можно продлить это предложение. Человечество можно разделить на офицеров, служанок, трубочистов и того, кто классифицировал и кто невидимо присутствует с высоты птичьего полета. Классификация включает категорию, которая сама по себе засекречена. Такое американское определение слова «классифицировать», засекретить. Государственный или военный секрет скрыто присутствует в этой классификации, но которой не видно. Киркегор не был создателем этого предложения, не автором. Он дает источник, как он говорит. Один умный человек однажды сказал, что человечество можно разделить на офицеров, служанок и трубочистов. Ученые изучали Киркегора и нашли после долгих разысканий источник. В 1820 году датский юморист, также логик, который подписывался в BC, BC, и мы не знаем, кто он, был, опубликовал в одной из газет Копенгагена статью о разделении, которая начинается таким образом. Каждый, даже тот, кто никогда не изучал логику, знает, насколько важна, чтобы классификация была совершена по одному ясному плодотворному принципу. Поэтому каждый из нас понимает разделение человечества на офицеров, служанок и трубочистов, но это разделение не подчиняется такому правилу. Киркегору было 14 лет, и либо эта шутка осталась у него в голове, либо она стала столь популярной в датской обществе, что и через 16 лет он смог использовать в 1843 году эту шутку. Продолжение BC, начало статьи, такой демонстрация, очевидное такое, доказательство того, что такая классификация невозможна. Такой очевидный пример, что ему даже не надо его критиковать. Настолько ярко он грешит против здравого смысла, аристотелевского здравого смысла. Как можно так классифицировать? BC, после такого яркого вступления, говорит о классификации, трудный орешек, классификации женщин. Я не буду уже разделять, говорить его предложения. Очень интересные, веселые, такой мужской шовинизм, привычный в то время. Киркегор там говорит о классификации женщин, и Киркегор сам говорит об этом. Не классифицируемая природа женщин, но цель Киркегора, когда он говорит об этой цитате в книжной повторении, противоречит BC. Итак, цитата из Киркегора. Один умный человек как-то сказал, что человечество можно разделить на офицеров, служанок и трубочистов. Это замечание не только остроумно, также глубоко и полно интереса. Нужен колоссальный талант, чтобы предложить лучшую классификацию. Когда классификация полностью не исчерпывает свой объект, надо дать возможность случаю, потому что случай приносит фантазию, воображение. Частично уместная классификация не может удовлетворить разум и должна быть полностью отрицаема, даже если ежедневно ей часто пользуются. В частности, потому, что люди глупы и у них мало воображения. Видите, Киркегор защищает эту, казалось бы, абсурдную классификацию. И если кто-то думает, что эта классификация невозможна, либо потому что они дураки, либо потому что у них не хватает воображения. Вот мы с Киркегора, превосходное предложение, с трудом подумать лучше. Есть такая спекулятивная глубина в этих словах Киркегора. Более правдоподобные, более приятные классификации. Только потому нам интересно, потому что у них нет воображения и разума. И вот эта спекулятивная глубина в случайности дает нам более интереснее, чем правдоподобная классификация. Потому что такая классификация куда интереснее, чем та, которая якобы полностью исчерпывает объект. Итак, если классификация — это путь разделить универсальный род на виды, то цель наша — исчерпать в универсальном частном, а такая случайная классификация указывает, что невозможно полностью исчерпать в универсальном частном. Может ли быть исчерпывающая классификация человечества? Или, например, полное исчерпывающее разделение на женщины и мужчины. Мы видим в офицерах, вот догадка, смотрите, если вы почитаете психоаналитическим образом эту классификацию, офицеры — карикатура мужчин. То, каким должны быть мужчины. Служанки, разумеется, карикатура ножей, карикатурное изображение женщины. Тогда вопрос, а зачем нам нужны трубочисты? Вот наш вопрос, главный вопрос. Если мы будем классифицировать человечество на мужчин и женщин, то зачем нам нужны мужчины и женщины и трубочисты? Что же, мужчины и женщины без трубочистов невозможны. Возможно, к фигуру нужны только три пункта для своего эффекта. Знаменитая классификация Борхеса, слишком трудная, слишком длинная. 14 категорий животных, мне кажется, хуже, чем три категории человечества. Три как раз хватает. В офицерах и служанках видно начало разумной классификации, начало мужчины, как они есть, пароэкселланс, женщины пароэкселланс, а затем просто случай. И как случай вот эти трубочисты – это представители универсальности. Можно сказать, с первой точки зрения, что человек, человеческая, есть трубочист. Человек, как таковой, это трубочист. Первая, последняя категория говорит правду об этой серии, которая начинается с двух определений. Теперь еще несколько примеров. Я думаю, знаменитый пример такой логики классификации. Самый знаменитый, значимый, происходит из тома первого «Капитала». Маркс предлагает серию такую, ряд свобода, равенства, собственности и ремии Бентом. Четыре категории. Что такое Бентом? Почему Бентом? Рядом со свободой, равенством и собственностью. Я цитирую. Рыночная экономика есть настоящий ЭДЭМ прирожденных прав человека. Здесь господство только свобода, равенство, собственность и Бентом. Свобода. Ибо покупатели, продавец товара, например, рабочие силы, подчиняются лишь велениям своей свободной воли. Равенство. Ибо они относятся друг к другу лишь как к товаровладельце и обменивают эквивалент на эквивалент собственности. Ибо каждый из них располагает лишь тем, что ему принадлежит. Бентом. Ибо каждый заботится лишь о себе самом. Единственная сила, связывающая их вместе, это стремление каждого к своей собственной выгоде, своей корысти, личный интерес. Но именно потому, что каждый заботится только о себе и никто не заботится о другом, все они в силу предустановленной гармонии вещей или благодаря всехитрейшему проведению осуществляют дело, взаимные выводы, общей пользы, общего интереса. Итак, для Маркса у нас логика к таллиму в том, что там, на том же строчке, с собственностью, свободой и равенством Бентом. Необычное такое прибавление из другого регистра, которое это добавление бросает свет на предыдущие три. Начало серии важно с конца. Бентом дает значимость. Непредсойденный теоретик утилитаризма, который сократил, свел всю разнообразие человеческой мотивации к простому расчету частых интересов и тем самым представил свою субъективную экономию, которая лежит в основе возвышенных лозунгов свободы и равенства. Бентом нет свободы и равенства. Вот основа системы капитализма. Вот как Маркс создал эту классификацию. Последний элемент бросает свет на все предыдущие. Я думаю, Киркегору очень понравилось бы. Первые два термина — это лозунги французской революции, но уже третий, особенно четвертый, раскрывает скрытую правду. Основу системы, которым эти великие лозунги служили как политические вехи. Этот повышенцал освобождения был связан с тем, что род прав человека, политических прав, находит в Бентами свой вид, конкретный пример, который все меняет одним мановением. Одним мановением он опровергает эту универсальность политической прокламации буржуазии. Другой пример. Может быть, Маркс вдохновил, когда он написал. Может быть, он вдохновил, и предшественник, которого Маркс хорошо знал. И в 40-е годы в Париже Маркс близко и дружил с Генрихом Гейне. Гейне, второй части своих путевых картин, книга Легран, 1827 год, говорит прекрасно, что «Больше всего я люблю любовь, истину, свободу и раковый суп». Ряды пять из четырех категорик, любовь, истину, свобода и раковый суп. Вновь это классификация. Раковый суп на том же уровне, что все остальное. Такой бентом. Личный интерес, как бентом. Итак, высокие идеалы, а затем на уровне высоких идеалов раковый суп, который под вопросом смотрит на эти идеалы. Но ведь слишком просто было бы принять эту шутку как такое здравомыслящее напоминание, что идеалы требуют желудка. Гейне сам говорил, что «Мой желудок нет вкуса к бессмертию». Я об этом думал. «Я хочу быть наполовину бессмертным и целиком вполне сытым». Наполовину бессмертным и целиком вполне сытым. Было бы слишком просто, потому что вся книга, если вы смотрите на эту книгу Гейне, она создана из трех частей. Итак, «Лозунги любви», «Правда», «Свобода». А раковый суп – это такой неостановимый аппентик, который имплицитно подрывает все эти лозунги, показывает противоположное, показывает, что ничего нельзя воспринять серьезно без этого комического добавления. Раковый суп – это не просто индикация того, что наши телесные нужды, их противоречия высоким идеалам, но также необходимое и случайное, что не только интересный придаток, это интересный придаток, который позволяет нам смотреть на идеалы. Надо опасаться людей, которые любят свободу, любовь и правду без ракового супа. Кейн очень любил такие классификации. Еще пример путевых артистов, гартцы, обитатели Готингена, разделены на студентов, профессоров, филистеров и скотов. Отнюдь не все эти категории строго между собой разграничены. В школе, он говорил, еще одно место. В школе я был подвергнут латыни, побоям и географии. Вот, понимаете, побои, порты между латынью и географией. Эта техника классификации, она так же, такая же. Фрейдли Билгейна, он очень любит гейна. И не очевидно, что он с энтузиазмом. Много примеров взял из Гейна в своей книге «Остроумие. Его отношение к бедсознательному» в 1905 год. Так же и Маркс. Маркс и Фрейд разделяли, по крайней мере, свой энтузиазм в отношении к гейна. Еще есть примеры Маркса. Если вы читали «Сеслава и Жижека», он всегда использует пример из классовой борьбы во Франции Маркса. Маркс говорит, что две фракции французских рейлистов, легитимисты и орлеонисты в 30-е годы, могли найти общий знаменатель только в республиканизме. Если они хотели продвигать рейлизм, за какого короля бороться, то они бы не могли обединить свои усилия. Они могли быть рейлистами только под лозунгами республиканизма. Итак, род рейлизма делится на легитимистов, орлеонистов и республиканцев, которые есть антиреспубликанцы. Это лучший пример Маркса из «Черновиков капиталу», где он говорит о деньгах как товаре, который говорит о деньгах, как универсальный эквивалент денег. Он говорит, это будто бы помимо львов, тигров, кроликов, и других животных, которые формируют разные роды, семьи, виды животного царства, существовало бы животное, индивидуальное воплощение животного царства. И вот это частное, которое включало бы все существующие на самом деле виды животных, универсальное, подобно животному, богу и так далее. Мне нравится это дополнение «животное», бог и так далее. Это марксистский пример, классификация животных, а затем, как дополнение, животное, как таковое, отдельное создание. это деньги. Это деньги. Например, противоречит предыдущему Бенковскому высказыванию. Там у нас были универсальные понятия, свобода, равенство и частное, на том же уровне. Здесь у нас частные товары, конкретные львы, тигры, кролики, которые дополняются универсальным товаром, который на том же уровне выходит. Животное на том же уровне, что и конкретные виды. Но эти идеологики одинаковые. У нас короткое замыкание между одиночным, случайным и универсальным. Скажущаяся универсальность денег как общий эквивалент скрывает свою природу товара и кажущаяся сингулярность Вентома скрывает то, что он есть скрытое условие, которое партикулярностью наделяет универсальный это метафизика рода и видов есть наша ежедневная метафизика мира товаров и денег. Как утверждать в общем терминах понятие в отношении между родом и видом что-то не работает. Это представляют виды, которые возникают внутри видов. Случайное добавление, которое противоречит правилам, которое служит исключением, которое пронизывает род в своей универсальности и одновременно ставит под вопрос природу этой универсальности, наделяет эту универсальность случайностью. Как же так? Получается, что мы никогда не можем классифицировать все так, чтобы все без каких-либо противоречий заняло свои места. почему никогда невозможно полностью аристотелевски классифицировать все на ближайший род генус проксима и дифференция специфика, видовое различие? Почему эта классификация никогда полностью идеально не исчерпывает эту классификацию как классификация Геркегор? Почему всегда будут турбочистые бентомы? Что мне интересно это тип классификации для которого модель представляет Геркегор и так начало логичной классификации а потом в конце все портится но одновременно имеет вопрос сам себе как минимум нужно три элемента Я принимаю примеры из Геркегора Гейна и Маркса но ведь сразу видно что эти примеры происходят из единого периода и одного исторического момента момента который можно кратчайшим образом обозначить как после Гегеля после Гегелевска и гильянская новая точка отчета для философии можно видеть что этот формальный пример возможен только после Гегеля завтра будет разговор о Гегеле есть логика которая целиком проявляет себя только с Гегелем я хочу подчеркнуть всем предложение Киргегора но существует выход из этой логики классификации которая правила от Аристотеля до Гегеля и которые Киргегор пишет как целиком идеально исчерпывающий свой объект исчерпывающий то есть без трубочистов именно Гегель до крайности самой отрицающей крайности довел эту логику я напомню такое знаменитое гегелевское уравнение дух это кость где универсальность абсолютного духа универсальность показывает имеет свой эквивалент случайно случайно мертвые вещи у меня нет времени дальше об этом говорить так переделось вернуться к нашей начальной классификации и точнее посмотреть на наших трубочистов давайте приведу свой коронный пример который относится к новому периоду он относится к Шекспиру его редко ставящаяся пьеса Кевелина редкая пресса редкая пьеса не надо ее читать но там есть замечательное место в этом сложном сюжете посередине есть замечательный стих прям настоящий Шекспир чистый Шекспир я две строчки процитирую замечательные парни девушки все как трубочисты обращаются в виду совершенство простота четкая диспозиция нескольких слов только Шекспир мог относиться к этому так точно такое ясное четкое понимание это чистый Шекспир неподдельный итак связь которая лежит за этим образом сна пепел прах и пепел и вот есть профессия которая имеет дело с прахом и пеплом это трубочисты и вот эти строчки интересно сопоставляются с предложением Киркегора есть разделение по полу парни и девушки и здесь то что у Киркегора третья классификация здесь метафора сравнение оба пола в итоге видят одну и ту же судьбу у Киркегора пример метанимическое продление продление расширения ряда это такое продление которое воплощает метафорическое условие всего ряда а у Шекспира есть метафорическое сравнение которое ведет к смерти но таким образом и сексуальности и конец стихотворения очень красивое стихотворение все юные любовники все должны предаться тебе и обратиться в пепл подсрочник остановимся на Шекспире так это генеалогия трубочистов они не столь случайны как можно было подумать теперь вернемся к нашей первоначальной классификации мы видели что эта классификация начинается в сексуальном различии и выставляет такое карикатурное воплощение мужчин и женщин патриархальный гротеск мужчины должны быть офицерами это подлинная мужская природа а подлинная женская природа быть служанками в том или ином виде может быть в возвышенном виде жен и матерей есть какие-то простые предположения которые делаются о природе мужчин и женщин но что же трубочисты которые по случайности воплощают человеческое как таковое животное общий эквивалент мужчин и женщин Фрейд который провел много времени пытаться понять что значит быть мужчин и женщин тоже как-то писал о трубочистах одна цитата амулеты которые приносят счастье часто рассматриваются как сексуальные символы вот коллекция маленьких серебряных сувениров четырехлистный клевик поросенок гриб подкова лестница трубочист трубочист несущий лестницу принадлежит этим символам потому что его профессия вульгарно можно сравнить с сексуальным совокуплением его лестница есть сексуальный символ в сновидениях так существует ассоциация которая существует в разных языках между трубочистами и сексуальной деятельностью эта ассоциация существует в разных языках в немецком Фрейд цитирует антропофитию огромное антропологическое собрание антропологического материала связанного с сексуальностью и так трубочист необходимая случайность которая связана внутренним образом с сексуальностью отдельно от мужчин и женщин и так трубочисты третьи в этом ряду и эта случайность высказывает это сексуальное дополнение и это вопрос фаллоса у нас возникает вопрос фаллоса Анна О очень точно поняла когда она расценила психоаналитиков как лечение разговором и трубочисты если офицеры это мужчины архетип мужчин служанки архетипа женщин то трубочисты это фаллический элемент сексуальность как то третье которое дополняется к дунгендеру сколько у нас здесь полов почему нам нужно три чтобы иметь два каков пол трубочистов кстати а есть вообще женщины трубочисты где-нибудь почему это такая мужская профессия даже в эти фаминистические времена так это фаллический элемент делает возможным связь между мужчинами и женщинами с другой стороны он тревожит эти отношения если существовала сексуальная связь в ясный образом то офицеры и служанки могли бы обойти без трубочистов но знаете знаменитая одно из основных локадовских лозунгов не существует сексуального отношения сексуальной связи потому что сексуальная связь не существует нам необходимы трубочисты вот так это третий элемент и я думаю что будет трубочист когда я третий раз вперед в России будет трубочист после этих двух археотипических символов воплощений надо ждать трубочиста теперь я перейду к более теоретической стороне моего доклада сложной части моего доклада итак задам странный вопрос ключевой для психоанализа что такое фалос как мы подходим к этому уравнению трубочисты значит случайность значит универсальность значит фаллический элемент в чем основа этого равенства может он слишком далеко идет экстравагантная эта деревня тут есть некое короткое замыкание как мы можем уравнять это фалос с означающим это лакановский термин в знаменитом эссе Лакана значение фалоса 58-й год нужно этот заголовок читать как тезис представляющий сильную связь взаимоподразумевающая два термина фалос и значащее значение тесная связь между случайностью телесного прибавка и универсальностью значения существует такая человеческая случайность телесная случайность Лакан так говорит не очень буду вас пытать но эту цитату я должен прочитать фрейдерской доктрины фалос не есть фантазия если мы должны рассматривать фантазию как воображаемый эффект это и так же не объект частичный внутренний хороший плохой ровно так же как это объект который пытается уловить реальность связанную с отношениями еще менее это орган пенис или клитор который он символизирует не случайно что фрейд принял его как симулякор который он воплощал для древних для фалос есть означающие означающие чья функция в интрасубъективной экономии анализа может приподнять вуаль над функцией которой он служил в темноте в тайне и так вы поднимаете вуаль и вся ситуация меняется я уже на пресс-конференции говорил об этом снятии вуали и раскрытии фаллической структуры власти и так это означающее которое должно определять эффекты ровно так же как означающее определяет их своим присутствием как означающее что-то обескуражившее контринтуитивное в этом лакановском знаменитом утверждении фалос невоображаемое существо играющее свою роль фантазии как символ власти могущества там много фантазии это не объект это важное определение это не объект такой как грудь или экскременты другие символы психоаналитические это и не орган с которым он неизбежным образом связан фалос есть означающее что это значит что это значит не буду сейчас объяснять абстрактные сложные определения что значит означающее означающее есть создание чистого развлечения это глубокий урок сусюра это единство существующее только из развлечений ничего иного в нем нет субстанции нет качества нет идентичности означающее определяет то что это цельность которая основана только на развлечении одной из знаменитых фраз сусюровского курса еще до первой войны если вот одним словом сусюра определapo на тоже есть только развлечения без позитивных терминов там подлиннее цитата когда вы видите развлечение то вы думаете о двух позитивных терминах но в языке существует другое означающее есть только развлечение без позитивных терминов позитивные термины есть последствия. Не начинайте с позитивных терминов. Начинайте с понятия развлечения, которое может произойти то или иное. Вот такой элементарный сосюр. Вот откуда начался весь структурализм. Если означающие, есть ничего, только развлечение, нет никакой субстанции в этом, тогда условие их возможности есть чистое развлечение, не различие между двумя существующими объектами. Чистое различие. И здесь вот вся суть. Если случайные дополнения, это различие должно возникать как таковое, как случайное, в том порядке, который он определяет. Оно должно получать воплощение, которое из чисто случайного элемента, чья функция представляет чистую развлечение, которое двигает всю структуру. Это отраженная форма универсальной трансцендентальной условий, которое воплощается как его противоречие, как аппендикс. Различение, которое делает возможным значение, оно воплощается в случайном прибавлении, которое ничего не значит. Это функция фаллоса. То, что определяет необходимость струбочиста. Кажется, что все имеет смысл, кроме вот этого пункта, который кажется бессмысленным, но который заключает в себе смысл. Вот почему Лакан говорит, что означающее должно обозначать эффекты в целом, эффекты значения в целом. Все эффекты значения обозначены. Такая зира функция нуля. В Сосюре этого нет. Трубочисты — это добавление к его теории. И первая простая критика Сосюра в том, что Сосюр не увидел структурную необходимость трубочистов, универсальную необходимость дифференциальных структурных определений. Он не видел необходимость этого случайного добавления. Это добавление не психоаналитическое. Видите, как оно функционирует в Киркегоре, Гейне, Марксе. Можно сказать, что его необходимость восходит Гегелю, потому что гегельянский спекулятивный взгляд, который говорит о времени в разных местах его системы, и когда он говорит, что Сосюр находится в противоречии в кости. А универсальная природа политического разума в государстве находится в воплощении в случайной фигуре монарха. Универсальность рода должна найти свое противоречие и воплощение в конкретном виде. Итак, революция структурализма по-настоящему началась тогда, когда Клод Леви Стросс высказался, что не существует дифференциальной структуры без трубочистов. Он назвал трубочистов мана, означающие без значения, которое добавляется к бесконечному списку означающих, наделенных смыслом, которые воплощают само условие для тех, чтобы иметь смысл. Мана есть вездесущая таинственная способность, означающая все и ничего. Она означает только то, что она означает. Оно означает значимое. Вот и все. По-настоящему психоналитический шаг сделал Лакан своим ясным высказыванием, что этот элемент фаллический психоприроде и трубочисты необходимы, как необходимые телесные добавления. Это подводит нас к вопросу, как связать два типа различия. Чистое различение, на котором основано все значение, и сексуальное различие, которое кажется очевидным природным различием, обеспечивающим модель для всех остальных. Первый ясный ответ был бы следующим. Как язык относится к сексуальному различию? Так как еще одно означающее различие. Сексуальное различие возникает в языке, как различие, которое сводится к отсутствию или наличию марки, ясной черты. Просто присутствие или отсутствие одного ясного места. И то, что означает мужское или женское, есть телесное присутствие фаллоса, как знак пола. Что может быть менее очевидным? Рождается ребенок, и первый вопрос – мальчик или девочка? И вопрос очень легко решить, присутствует или отсутствует одна анатомическая деталь. Вот где означающее существо, созданное только из-за различий, встречает тело в своей материальной физиологии, и среди множества члесных различий есть одна, которая четко звучит как означающее различие, а различение между плюсом и минусом. Дифференциальная необходимость структуры здесь встречается с анатомией, с анатомической случайностью. Секс относится к лингвистической структуре, этим телесным обозначением сексуального отличия, которое обеспечивает первую модель для создания означающей различия. Итак, во всех языках существует мужской и женский род. Это есть развлечение. Грамматический род якобы связан с пролом естественным. Это самый простой путь для нашего словаря, но его распространение во всех направлениях показывает невозможность задания. Все может быть грамматически гендерно окрашено, смотря на какую страну вы находите, мужского или женского рода. Но когда все может быть сексуализировано, ничего не может быть. И сам инструмент такой квалификации руинирован собственным успехом. В фильме «Трюфо. Жюль и Жим» начало 60-х годов знаменитая строчка, где Оскар Вернер, немец, говорит Жанне Моро, женщине французской, парксилянц, вот что странный язык французский. «Любовь – ламур мужского рода, а лагер – война женского». Странно ли? По-немецки «Дилибе» – любовь женского рода, а война «Деркри» – мужского. Любовь женская, война мужская. Так по-немецки должно быть. Это как бы следует за естественной моделью. В Германии женщина есть пространство женщина, а война – пространство мужчин. А во Франции, известные своими извращениями, кажется, все наоборот. Занимайтесь любовью, а не войной. По-немецки, по-французски означают разные вещи. Все эти половые, родовые предположения различны. Итак, если мы возьмем разделение на мужской и женский рода, как основу грамматического гендера, дает нам возможность бесконечных продлений нашей классификации, которые становятся бессмысленными. Все может стать бессмысленным, кроме самой сексуального различия, которое служит моделью этого сексуализации. То различие, на котором все основано, существует как реальность, которая не может быть постигнута как различие. Не только грамматический род, но и основные онтологические оппозиции следуют той же модели. Посмотрим. Содержание формы, природа культура, субъект-объект, тело-дух, интуиция-понимание, чувственность-разум. Все они негласно имеют сексуальную, сексуализированную основу. Они не являются сексуально нейтральными. Оппозиция мужского против женского везде, повсюду. И добавлю, что психоаналитически надо добавить всегда трубочистов. Думайте о трубочистах. Итак, эта субпозиция означает дополнительных двух принципов. И отношения, сексуальные отношения между мужским и женским, мужской и женской концептуальной стороной. Это концептуальная сексуальная связь, о которой мы говорили на пресс-конференции. Есть концептуальные сексуальные отношения. Эта субпозиция имеет антологический смысл. Знаменитый образ этого различения, Инь-Ян, образ Дао, этот образ, который использовался для поддержки космологии, онтологии, социальной теории, астрономии, он дает нам два полиса, женское и мужское, и образ создан так, что они в полной, совершенной симметрии дополняют и совершают друг друга. Круг, но круг не может быть разделен на два простых полушария. Это, своего рода, набросок к пониманию Вселенной. Что этот образ воплощает? Есть сильный тезис, который здесь существует. Существует отношение, связь. Вот тезис этого Дао, символа, Инь-Ян. Есть связь. Есть сексуальные отношения. Любое отношение сексуальное. Вот тезис, очень мощный образ, который он воплощает. Эмфатические связи существуют. Демонстративным образом, дополнительность мужского и женского в их совершенном балансе, в прекрасном балансе, что может служить парадигмой для всего остального. Все может быть интерпретировано под этим углом. Тезис показывает себя еще острее. Есть смысл. Есть визуальное воплощение смысла, которое может нести, все наделить смыслом. Если существует отношение, есть смысл. Только отношение делает смысл. Осуществляет этот смысл. Этот парадигм, который регулирует смысл, также регулирует сексуальные связи. У нее есть сила наделять смыслом, которое вывлекает из комплементарности, дополнительности духа. Де Лакана, аристотелевская антология, это наша западная версия ньянь. Она делает такие аналогичные утверждения о гюле и морфе, содержании и форме, мужском и женском, пассивном и активном. И также другие дихотомии, форма, содержание, дух, тело, природа, культура, интуиция, интеллект, активное, пассивное. Все это тайно сексуализировано, и надо думать об этой теме, антология и сексуальность. Есть связь между антологией и сексуальностью. Всегда существуют сексуальные приспозиции антологии. Ничего нельзя отделить от сексуальных смыслов. Наш трубочист... Нет, мы думаем в нашем кругу, по-люблянскому, кто там у нас трубочист? Панчич написал книгу о сексуальности и антологии, которая пытается высказать эту ее приспозицию. В какой степени антологические предположения связаны, всегда связаны, определяются сексуальными утвердениями? Скрытое утвердение о связи. Психоанализ говорит о необходимости трубочистов. Он добавляет это. Вот это трубочисты дисбалансируют эту дополнительность. Выходит с трубочистами... Мы выходим из этой связи, этого отношения. Симптомы этого безобидны, бросающиеся в глаза, дополнения трубочистов, которые ни на одну сторону не могут быть определены. Итак, чистое разделение будет и янь, и трубочисты, и место возникновения смысла, значения. Есть не баланс между двумя сторонами, но вот это странное фаллическое дополнение. Вот где стоит смысл, вот где случайное уравнение фаллоса и значения. Оно происходит не из-за ин-ян, не из-за дополнительной, оно происходит из случайного дополнения трубочиста. Вот почему этот фаллический элемент уравнивает все, о чем мы говорим. Итак, я подхожу к последней части своего доклада. Если сопоставить, уравнять этот элемент с фаллосом, как же избежать массивного возражения против фалоцентризма? Вы знаете, это главное возражение против психоанализа. Все левые критики говорят о фалоцентризме. Большой дебат существует фалоцентризме. Фаллогоцентризма, вы знаете, термин, который изобрел Дорида, который объединяет два термина. Логоцентризм, который был изобретен Людвигом Клагесом, немецким, малоизвестным философом жизни в 20-е годы. Его философия жизни и логоцентризм это основной грех западной философской традиции. То, что он говорил о философии жизни, а не о философии Логоса. Фалоцентризм был изображен, между прочим, Эрнестом Джоунсом в конце 20-х годов. Ученик, биограф, в 1929 году он написал доклад, критикуя Фрейда за то, что он слишком относится к мужчинам, слишком к шовинистам. Итак, логоцентризм и фалоцентризм это часть часть критики. Деррида изобрел термин, который связан с тем, что фалоцентризм и логоцентризм связаны воедино и они поддерживают друг друга. Логоцентризм поддерживает фалоцентризм, пусть и скрытый то, что мы называем метафизикой. метафизика это логос с фалоцентризм. Вот самое короткое определение метафизики. И не надо ждать Фрейда. Всегда так было. Возражение к психоанализу было бы таким, оно трансформировало фалоц в означающее, бессмысленный элемент, вот новизна в этом отношении к традиции, но таким образом в негативной форме оно осуществляет свою центральную определяющую роль. В своей тонкой завалерированной форме оно воплощает отношения между логосом и фаусом, что является основой метафизической традиции. Центр может быть пустым, бессмысленным, но он все равно центр. И негативные негативные отношения к фалоцентризму не обязательно уничтожает центризм. Психоанализ подчеркивает эту центральность. Можно говорить о снятии в гегелевском смысле фаллоса, снятии означающего, но в любом случае никто не теряет такой тривиальной привилегии мужского органа. Это очень известное феминистическое выражение. Феминистки видят Фрейди Лакане фалоцентристов. Я отвечу во-первых, фалоцентризм приходит как диагноз эпохи. Давайте, откуда пришел это фалоцентризм? Очевидно, что фалоцентризм возникнет только на основании психоанализма. Такой словарь стал возможным благодаря психоанализу. Это только психоаналитическая интервенция сделала возможным такой термин. В том периоде, в тот период, который был очень фалоцентричным, никто не говорил о фалоцентризме. И вот эта красишина позволяла этой структуре существовать. Она была завалирована, оставлена таинством, как говорит Лакан, чтобы функционировать. Есть величайшая ирония в том возражении, что психоанализ есть продолжение фалоцентризма другими средствами. Он определил словарь, на котором вообще можно критиковать психоанализ. Это делает сам психоанализ. Второе. То, что фалус назван и выделен, имеет очень серьезные последствия. Его именование тесно связано с приходом психоанализа. то, что было завалировано как таинство, становится просто банальным перехрестыванием означающего и случайной случайности. Фалоцентризм мог править только в таинстве. Когда мы называем, традиция останавливается. Называние изолирует и делает эту традицию случайностью, случайным сочетанием означающего и анатомии. Трансцендальное условие секретно тайно было связано с тривиальностью анатомии, и когда его раскрываешь, теряется трансцендентность. Вот простая параллель. Ровно так же, как понятие геоцентризма потеряло свою власть тогда, когда Коперник назвал его. Геоцентрическая эпоха не называла себя геоцентрической. Геоцентризм был скрыт и считался очевидным. И вот, что делал это геоцентрическим. Когда геоцентризм был назван, геоцентризм потерял статус очевидной основания. Он оказался основан на тривиальности нашего конкретного жизни на конкретной планете. Наименование геоцентризма свергло Землю с престола. Наименование фалоса ставит лимитой пределы фалоцентризма. И третье, именно это свержение фалоса с престола, нет него продвижения. Вот где проблема сексуального развлечения может возникнуть. Только сегодня о ней можно говорить, когда она не скрыта фаллической функцией. То, что не было описано, символизировано, то, чем не овладело означающее, это как раз то самое сексуальное различие, которое не сводится к фаллическому различию, которое не сводится к той разнице между присутствием и отсутствием, плюсом и минусом. Это не означающее развлечение, это источник проблемы и драмы, и это стало очевидным только с приходом психоанализа. Это никогда нельзя легко оперировать в присутствии или отсутствии маркера. оно существует как различие, не сводимое к простому различию. Не существует ничего, что было бы более в оппозиции фаллосатической логике, чем означение фаллоса. Психоанализ открыл два объекта, которые не были восприниманы как автономные объекты. бессознательная и сексуальность. Если мы разделим этот монстр логоцентризма на две половинки, то можно сказать просто, что изображение бессознательного представляет то, что внутренне противоречит логоцентризму. Это разрыв логоса. фаллос распространяется рядом с означением, трансцендентальное означающее смысл, то надо сказать, что психоанализ это как раз не преследование смысла, это не стремление раскрыть какой-то тайный знак, то, что где-то глубоко в бессознательном. Это показание трещины, разрыва смысла, именование этого разрыва есть бессознательное. С другой стороны, изобретение сексуальности представляет как раз то, что противоречит логоцентризму. Это самый простой путь уйти с его коризонта. Бессознательная и сексуальность достойна теоретического осмысления только потому, что ставит их оппозицию простым примером логоцентризма. Анна О очень точно поняла урождение психоанализа очень точно она его определила. Лечение разговором не трубочисты. Лечение разговором это путь, как собрать силы бессознательного, чтобы работать против логоцентрического фокуса назначения, а трубочисты целят в обозначении сексуальности, которая бы убежала от фалоцентрической логики. Если мы вернемся к киркегоровскому предложению разделения человека, человечества, то становится ясно, что трубочисты определяют случайность того ряда, который начат таким очевидным воплощением мужского и женского, которые одновременно подрывают пригодность прессу-позиции, которые определяли их роль как офицеров и служанок. В трубочистах обозначающая логика определяет с логикой сексуальностью, и они представляют случайное добавление, откуда возможно их разделить. Спасибо. Спасибо, Младен. Спасибо, Младен. I'm sorry for being too long. I'm sorry if some parts were rather hard to follow. Извините, если было трудно следите за моими высказываниями. благодарю. Any questions? Do you have a mic? Please? Any translation? If your question will be short. Ирина Градзинария Ирина Градзинария Триер University. Я хотела спросить о дифференции которые вы говорили. Диференции которые вы говорили. Вы сказали, это простая дифференция. в том, точнее, что где вы видите силу психоанализа? как можно не искать разрушать иерархичную систему? Not find the cleft, but look for the undermining of the hierarchical system of sense, of meanings. I don't know if it is clear what I asked. So the question is, it's not a simple difference. It's a difference that bears, that gives birth to hierarchical power relations. The sexual difference is very obvious. It's obvious that it's generated hierarchical relations that also created hierarchical relations. The simple anatomical knowledge of the human being простой анатомический знак всегда рассматривался как означающее не как нейтральный маркер, но как означение господина, власти. И, конечно, в основе этого фалоцентризма было это тайное уравнение этого фаллического маркера с позиции господства. Господствующего, означающего полакану то, что означает не только парадигму всех остальных различий, язык гендерно обусловленный и так далее, он также обеспечивает секретную, тайную, герархическое различие между господствующим, означающим и всем остальным. Вот то, что обозначено. Это то, что говорит Дорида, говоря о фалоцентризме. Но есть привилегированное означающее, которое связывается с логосом, который выглядит как нейтральный, универсальный в своих требованиях, претензиях. Он всегда связан с какой-то сексуальной логикой, сексуальным пониманием. И тут всегда речь шла о превосходстве привилегированного маркера, который обозначает господство. Как психоанализ работает с этим? Он не говорит о том, как работает сексуальное различие. Он пытается также деконструировать иерархическую пресуппозицию, которая основывает все иерархические отношения. Это все связанные вещи. Понимание, как, почему сексуальные отличия, чем они отличаются от других развлечений. Тем самым вы расправляетесь с привилегированным положением именно этого развлечения. Вы разрушаете самые все понятия, как эти образы были созданы. Это может быть абстрактный ответ. Но яркого примера я не могу представить. Another question. В современном мире в этом мире чисто Москва потеряла уже чайни цены. Масква потеряла уже чайни цены. В тех странах, где развитые социальные 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 70% оценик оценик и две трети развитие. и две-thirds of women are divorced I think that the attempt to connect phallos and logos is something that we as women do not understand we also can't speak it's a nostalgical attempt to bring the masculine any sense in contemporary world because a man without money loses any sense in today's world это новое вы думаете это новое то, о чем вы говорите деньги как еще Маркс говорил я цитировал деньги это фаллический элемент всегда он таким был я не думаю, что в этом шесть что-то новое но в сегодняшний мир women are better managers better performers and every wise director wants to have women and pay women and not men because they manage better any more questions павел волков у вас антигралии студент я хотел бы спросить What causes the necessity to treat this new essence, this chimney sweeper, in the light of two nodes? First, if we treat the binary opposition, we have made a certain work of differentiation, of difference. So, this negation has been made, this is one of the things that is here, in this chimney sweeper. And all the rest was said, that this is the essence of the chimney sweeper. The chimney sweeper has nothing but, it contains only other things. So, the essence of this chimney sweeper is to describe the negation, which is the basis of binary opposition, is not needed, because we have created this dichotomy, this binary opposition, and we don't have other aims, this object has no other aims, because all the essence are other objects, not, not itself, not it itself. So, once again, the question is, why do we need the chimney sweeper, why do we need to treat the chimney sweepers as a different entity? Well, I think you need the difference is the very basic element of thought. So, this is the interaction of thought is always characteristic. So, how do we do this? 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 If you look at the beginning of philosophy, you can see that the differences, which were accomplished in one way, as a way, according to the beginning of theuation of the dimensions, as a way, as a way, as an element of pure conception, which was a sense of friendship, to make a sense of perception. Nice, that creates this change. By the way, at the same time, these differences were always under the same differences were always under the same set of elements which were обусловлены каким-то элементами, которые тем или иным образом сексуально обусловлены, имели сексуальный какой-то смысл. Вот почему. В Китае очень ясно. Инь-янь. Тысячи лет этот мощный образ, который и сегодня существует, показывает основное различение сексуализировано, и эта оппозиция Инь-янь может служить моделью для чего угодно, от социальной теории до астрономии. Все было интерпретировано этим образом. Этот инструмент, который был использован в западной культуре, это менее очевидно, но сексуальная обусловленность была более заувалирована, более метафорично. Если вы посмотрите на аристотелевские гюлеморфе, содержание формы, основной принцип аристотелевской логики, любое от природных объектов до чего-либо другого состоит из содержания формы. На любом уровне есть содержание формы. И вот это отношение есть на основании онтологии. И эта логика до сих пор существует. Навязывание различия, которое не просто различия, которое обладает логикой комплементарности. Я думаю, что этот тип мысления о различении, то, на чем основано развлечение, закончилось с Гегелем. Это был… Гегель пытался думать в чистых различиях. Он довел до совершенства, до крайности эти различения. Различение как развлечение, как основа концептуальности, а не просто как различия между разными принципами. Нигелевская мысль чисто конструктивистская. Она конструирует. Она не пытается трактовать мир, она конструирует собственные концепции. И так она конструирует то, что существует. только в этой точке, только в этой точке. Вот то противоречие различию, вот этот самый наш трубочист становится возможным, когда это развлечение доведело до своей крайности. Вот почему я взял эти примеры из Киркегора, Гейна и Маркса. Это последователи Гегеля. После Гегеля они видели, как логика комплементарности может быть чистой философским образом, а также политически, поэтическим образом. И относительно Фрейда. Новые образы мысли о сексуальности. Как можно расправиться с этими формами бинарности, которые определяли великую философскую традицию до Гегеля? Как можно расправиться с этими пресуппозициями? И другие способы различия, дифференции могут быть созданы. Это уже есть в Гегеле. У Маркса это очень сильно. У Фрейда, у Ницше. В 12 единое было разделено на двое. Это у Ницше. Развлечение как объект философии. Сегодня у Делиоза различие повторения о изобретении развлечений, которое состоит в повторении позд-гегельянского мира. Пример Делиоза Киркегор, Ницше и Фрейд, как создатели нового типа дифференции, нового типа развлечения. Видно, как это настаивание есть объект пост-гегельянской философии, новый тип развлечения. И так он был изобретен в попытке, которая связана с Киркегором, Ницше, и идет до Лакана, вплоть до Лакана. Извините, я слишком сложно ответил. Спасибо за это богатое вступление. В основные вопросы психоанализа через этот образ трубочиста. Хотел бы добавить, что можно и связать еще один термин Дериды, презентоцентризм. Деррида использовал термин презентоцентризм, фалоцентризм, фалогоцентризм. И вот презентоцентризм. Я думаю, тут близкая логика, как с логоцентризмом и фалоцентризмом. Но я думаю, что тут связь можно проследить с тем, что вы говорили. Может быть, я просто повторяю вас, но вы защищали психоанализ против тех обвинений, что он тайно поддерживает фалоцентризм. Вы говорите, что само наименование проблемы уже ведет к освобождению. Но одновременно, я думаю, интересно, наверное, связать то, что говорил Слава Жижин, о понятии идеологии. Идеология. Но определенным образом она продолжала действовать, но другим образом. Несмотря на цинизм, несмотря на определение что-то, как идеология, она продолжала действовать. Я прав? О первом вопросе, конечно, Дорида бы уравнял метафизику настоящего. Для него это примерно то же самое, что фалогоцентризм. Нужно быть аккуратным с Доридой. Как раз потому, что то, как... Что Дорида слишком хорошо работает. Он изобретает эти наименования, эти лозунги, которые объемлют всю метафизику от Платона до Гегеля, и сводятся к символу. Такие лозунги. Я сам погрешил в этом направлении, в этом докладе. Но в целом я не склоняюсь к использованию слова метафизика таким простым образом, потому что это своего рода... Знаете, такая конструкция, большая метафизика, большой метафизический нарратив. Я не думаю, что такой большой метафизический нарратив когда-либо существовал. У меня был доклад в Петербурге об атомизме, атомической традиции от Демокрита до Эпикура и Лукреция Кара, и то, как эта традиция атомическая была воспринята, атомистическая. Это была не метафизическая традиция, попытка вот этой... А философия атомистов древних греков. Ее нельзя описывать в метафизических ключах, то есть уже со времен Демокрита. Итак, у нас очень много существует таких объектов, таких... Вот Делёс, например, говорил о стойках. Говорил, что стойки противоречили вот этой вот аристотелевски-платоновской гегемонии. Для многих Спиноза не стандартный метафизик никаким образом. Совершенно нет. Это куда более продуктивный, прудотворный метод не говорить о метафизике настоящего от Платона до Гегеля. Видеть ее как усложнение противоречия, но с вопросом материализма... Материализм всегда был в этой традиции, и у него была важная роль. И эта традиция, она потом разделилась как антагонистическая, но надо понимать, что это антагонистическая традиция, и нельзя ее понимать не как антагонистическую, и ее просто снабжать ярлыком фологоцентризм, например, в связи с противостоянием фолоцентризму, противостоянием идеологии. Психоанализ столь подрывной имеет характер, как его возродить? Он был интегрирован в американскую жизнь, вы знаете. Это что? Это воспринималось как своего рода добавление качества жизни. Итак, мы видим, как легко можно эксплуатировать Фрейда. Но и Маркса тоже можно эксплуатировать. Вы видели, как он был аппроприирован социалистическими странами. Маркс. Итак, нет простого такого пути. Нельзя просто говорить, вот мы сейчас изобрели шут новое. Нельзя говорить так, вот мы все меняется с Марксом, или все меняется с Фрейдом. Помните, Ницше сказал, я разделил историю надвое, до не меня и после. Вы знаете, надо аккуратно быть с такими высказываниями. Когда вы говорите эти вещи, когда вы утверждаете эти вещи, конечно, можно использовать любую традицию, и нельзя из этого прожить. Надо пытаться понять, в чем смысл этих идей. Революционное движение есть всегда возвращение. Весь Лакан — это возвращение к Фрейду. Революция всегда возвращение. С Марксом нужно вернуться к Марксу. Давайте забудем социалистическую традицию. Давайте поймем, что это да, это было поражение. Давайте не будем пытаться спасти традицию социалистических стран, советской традиции. Это была такая ошибка левого движения, как выяснилось. Мы должны признать это поражение, и это оставляет нам пространство для возвращения к Марксу. Поражение, надо признать поражением психоанализа, чтобы открыть пространство для возвращения к подлинному Фрейду. Все можно цинично использовать. Один вопрос. Один вопрос. Вы интересны по ваших предыдущих визитах. И заинтриговали нас всех, что же будет третьей раз. И вы интригдите нас. Что же будет в третьей раз? А что это смыслый элемент, который мы находим в Киркегуре? Какой же практический смысл? Итак, мой первый визит начался с фаллоса, потом пусть и рай, но образа фаллоса не хватает. Фаллос может быть очень важен в понимании скрытой непристойности фаллосцентрических презупозиций работы власти. Вы знаете, как они работают в России, но образа фаллоса не хватает. Фаллос — это не воображаемый эффект. В фаллосе всегда есть воображаемые коннотации. Третий элемент, мы ищем такой чистый фаллический элемент. Что такое фаллическое в трубочистском смысле? Должен быть как-то связан с офицером. Например, офицер стоит в форме. Это показывает скрытую фаллическую логику, которая стоит за этим. Но по-настоящему фаллический элемент. Есть это самое добавление трубочиста, совершенно неожиданное и случайное. Никак я не могу предсказать, какую форму примет этот самый трубочист, но когда придет, вы точно поймете. Есть еще время на вопрос, так что если... Мы должны поймать с вопросами. Если есть, пожалуйста. Пользуйтесь. 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Дорида DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok дополнения на источник. Грамматологии, сама идея письма воспринималась как метафизическая традиция, как дополнительная, к подлинному, устному слову. Речь есть голос, подлинная речь произносится, голос, есть подлинное присутствие голоса, и собеседники слышат друг друга. Вот непосредственная ситуация коммуникации, незамутненной коммуникации. Существует это опасное дополнение, вы можете записать только то, что было сказано. Но когда вы записываете то, что было сказано, вы тем самым уходите от этой ситуации, в которой было сказано слово, и циркулирует слово, и кто знает, в чьи руки попадет, кем будет прочтено то, что было записано. Таким образом, письмо — это дополнение, и тем самым случайно. Но на самом деле это крайне опасно. Вот это дополнительное в Дериде. Я думаю, что логика струбочиста иная. Это дополнение, которое хочет утвердить свою силу, когда есть два элемента — дихотомия. И вот этот дербочист знает о своей активности, у него своя ретроактивность, власть ретроактивная — переопределить, переконцептуализировать эти два элемента. Элементы бинарной позиции. Это своего рода подтверждение дополнительного элемента, сделанного с полной концептуальной осведомленностью о том, что он делает. Вот, наверное, отличие в этом состоит. Теперь у нас есть время. 30 минут? 40 минут? 40 минут? 40 минут. Или 30 минут? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ